Здравствуйте, дорогие друзья! СЛК и Альта. Упыт против молодости. Наверное, так озвучу я этот матч в Сильвер Лиге. Сейчас у нас идеальное футбольное время, 7.15. И как минимум, конечно, Альте придется непросто. Начнем с того, что первые минуты обычно проваливают Это как раз-таки гости сегодняшней встречи, которые играют в манишках. И, на мой взгляд, это главная их проблема. Бодня отыграл назад, тут же активное открывание вперед. Сейчас мне принесут листоку с заявленными игроками. Буду понимать, кто является внутри команды Альта. Сегодня в составе Аберемичук. Выграет на Досюка. Досюк на Покайова. Бодня на Аганисяна. Держит мяч Эрик. Бодня отыгрывает по бровке. Многие знают, конечно, такую команду Люксор. Так вот, Агнисян и Бодня создали свой коллектив. И первые два тура были явно непростыми, учитывая то, что первый тур вообще пропустила команда. Соответственно, конечно, это сказалось. Но в перерыве между праздником и неделью как минимум была тренировочная у Альты. Или, вернее, возможность создать тренировочную эту самую неделю. Если не упустили шанс, то, конечно, это скажется сегодня и на результате, и на темпе игры. Аберемичук. Покайовый. На Валентина. Валентин отыгрывает на Досюка. Юрий. Выходит на ударную позицию и забивает. Красивый гол. Досюк с передачи. Как я понимаю, Покайового. Или Валентина. Валентина. Надо будет в этот момент просмотреть. Хорошая попытка издали пробить. Неприятно начинать снова с быстропропущенного мяча. Альта очень такой высокий темп включает. И сама с ним часто не справляюсь. Еще один удар отборный. Костя, ты записал, кто забил? Досюк. Беремичук. Валентина играет на Покайова. Покайовый на Досюк. Беремичук. Хороший навес. Это их игра. Команда Силка. Беремичук отдал голевую передачу. Хороший проход у нас с отложенным фолом. Черный отложенный фол. Досюк. Беремичук отдал. Хороший. Беремичук отдал. Беремичук отдал. Беремичук отдал. И, наверное, главным аспектом является то, что хорошо контролируют как раз такие передачи друг друга. Куда вперед Гусок? Завантажив, в нем совсем-то спрацювало Верничук, не вдаётся продраться по Зволошино. Дим, заменись, надеюсь. Давай, все, ставим. Михалат, Кайовый. Протрима мяч Вовчинский, завантажив подальше вперед. Високий пресинг від Альте, но не даёт результатов. Дисюк разгоняє контратаку СЛК, Кайовый. В ситуации Волошин даётся зачепиться. Волошин попробовал выигрывать один в один зря, возможно, и тут же удар последовал. Непростой для голкипера основа Волошин. Волошин, Агнисян. Водаётся, наверное, пробраться. Два удара, но недостатньо точные. Ну и, кажется, сразу же Агнисян и бежит на замену. Ключенко повертає мяч до гори далеко вперед, вдаётся обробити мяч Вовчинскому. Отримает, и навіть трохи далёй пробрався, але там уже было забагато гравців супер. Пирмячук. Ну, добряче, змушаю тебе працювати сегодня у Александра на воротах. Кутовый для чёрных. Ну, зная СЛК этот темп утомляет. Радно или поздно команду, фактическую команду гостей, хоть они и в своей форме играют. Даётся пробираться далёй в Вовчинскому, ну, там же просто глухий кут. Насправді варіантів особливо подальшого розвитку так и не было. Забежав туда, пришлось оттуда выбегать. Гончар Ук не зацепился за данный мяч, забрали альта. Суетин отыграл назад. От слева сейчас Суетин открыт, если не ошибаюсь. Есть удар, но доброе действие. Чумаков. Да вообще Чумаков ворвался, я бы так сказал, сегодня в игру. Серию ударов хорошую разогревающую сделали альта. И пока что есть серьёзные трудности и проблемы как-то. Коваль притримает мяч через центр на Семенюка. Суетин просто втратил ревновагу. Ещё ждать. И вот сразу разогнати контратаку не вдаётся. Мемячук на досюкасно. Веремячук. Оранжевый вводим аут. Семенюк на Вовчинского. Устоял на ногах таки Вовчинский. Постарался дать передачу, но мяч к нему чудным образом попал. Да, Фортуна посмехается, но где же завершальный удар? Есть, но выше ворит. Мне кажется, раньше надо было Станиславу бить. Единицу перепрошу. Десюк на Гельприна. Десюк на Беремячука. Гельприн. Ну хорошая комбинация, чомусь удару нема на завершение. Вовчинский. Притримает мяч через центр на Семенюка. Павло притримав. Суетин. Ну вот эту передачу Беремячук сопровождал до самого конца. Было заметно. Десюк Беремяча. На короткой дистанции вырешил разыграть. Беремячук. Подня. Павчинский. Снова подня. Ну вот это такая разминка. Я бы даже сказал, разминка после того, как размялся. Непоганый пострел на завершение этой атаке. Водня Насколько высокий прессинг Решили так же поддерживать СЛК Отвечая тем же самым На темп команды Альта Однозначно можно сказать Не для битья эта команда Хоть и молодые, очень юные Юный возраст команда Но все-таки умеют посостязаться Пободаться и нравится такой футбол Ну и зашли арбитр дает свисток Приятный зитний для Святина Підказывают партнеры по команде Еще можно и силовый удар спробовать Сильно низом, но недостатньо прицельно Шмаков Десюк Ну в один Додор хотел вермячок перекинуть А в своей манері Знаем мы Такие перебросы Трошки не разобрался Під час заміни Тут Альта Зрештою тепер все в порядку Гусоу Далі вперед Але Додор сати передача не доходит Десюк Протримав мяч Почали втримати на межах поля не зміг Аут для Альта Гоменюк одразу пробовал Зачепитися не спрацьовує Ганесян на Гоменюка Снова Ганесяна Артур отрывается по бровке Непоганий такий спринт Від Гусова Але трошки Артур не встигається Думаю шансів небагато було Беремичук на Десюка Гельприн О, Валентин Хороший контроль от СЛК сейчас Кайовый Залишили геть без опіки Тут просто майстер-клас Правжний від капітана СЛК Як треба користатися Слабкостями суперника Тут безперечно Спокійно, вільно Легко забивають Олександр Покайовый Забивает С передачи Веремичука Валентина Ну і до сих подкалує Так, що так з перого разу було сложно забить Ну, Саша говорит Это ж слева Покайовый по бровке Веремичук Ну, даже в такие моменты все равно остаются немного опасными Потому что есть форвард, который бежит 55-й номер СЛК Насправді, у Веремичука дуже складно зупиняти А коли ще є на полі Десюка А СЛК перетворюється на по-справжньому небезпечный супермар Вошен боється пробиратися далі Три в два, в принципі, можна користатися цим Але це всього-навсього кутовий Руки Пробув розкачати Ерик не зовсім спрацювали Є удар, але якийсь непереконливий на завершення Ни атаки Ни лоша надается зачепитися за мяч Ни-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди Насправді Сверли Бідворід арбитры непохитні Чумаков подалі впереди Не удалось тут вистрибнути Артурові Щоправда вирішив, щоб Вермічук ему в цьому допоміг Арбітр все бачив Я бы не сказал, что Артур Гуссов маленький, но меньше, чем ремень, но так валить, конечно. Просто положил руки, локти на плечи Валентина. Как трудно. Как трудно. Как трудно. Как трудно. Двистикой Покайовым у мяча, я думаю, будет бить Александр. Стинка, поймай на себе цей удар и одразу Бодня пробует разогнать контратаку. Писюк, классно, сохраняет контроль. Может против трех, не так-то и просто. Ганесян, классно, разобрался из этой ситуации. Удар. Гельприн. Перемьячук. Гуссов, надежно Артур доиграл этот эпизод. Я напомню, у нас два гола забили. СЛК пока что такая уверенная заявка на победу. Валентин Веремичук в центре поля. Читалась передача. Писевка. Ну, тут в дворто порушение, ясная речь. Арбитры запомняют игроку. Беремичук на Михалата, Гельприн. Тут небоспечно на спаде, за что Казаченко забирается и мяч. Оганисян. Искал ударную позицию, вроде бы нашел, но заблокировали удар. Гельприн назад на Михалата. Такая брудновата борьба с боку Оганисяна, но результата даже не дает. Голошин, Финтицкий. Оранжевый фол, это я говорил, конечно. Так небоспечно, все выглядело, за что удалось успокоить. Группа Каёва через центр на Ремичука. Гарбин. Голосин. 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 Веремичук на Михалата, снова Веремичук, Покайовый. Ну и тут, как по ноткам, просто разыграли, блискучая комбинация, характерная, целиком ДСЛК. И снова показывает хорошее взаимосвязание. Террия ноль. Да, и сегодня сбор, аж шесть целых футболистов присутствует у команды Альта на замене. И пять поля. Одиннадцать, соответственно. Посмотрим, поможет ли это забивать сегодня. Тут, говорят, без опеки Семенюка залишили, и той заледве не забивает гол. Виникает певная суперечка с правдой того, что произошло на поле. Ну и что, пенальти, даже по тем, что был удар по воротам, есть шанс у Альты дещо скоротить отставание. В рахунку суперечили такие решения, справді. Таково футбольное решение. Такие моменты, когда буквально все на доли секунд нужно принимать, конечно же, судья даст точку. Это хорошо, что еще не дал желтую карточку для Чумакова, который совсем не по-спортивному болел. Чумаков. Завантажит. Подалі вперед, перши та навече. Это же Гусал. Але користи особливо на цей Альті не приносит. Десюкка. Миколата, то я сразу ждалі. Юрій встигає, простріл є. Але знову Артур в эпицентрі, так би мовити, подій. Очень сильно такого острого угла. Наверное, так не стоило би пробивати. Овчинский. Вдаётся зберегти мяч, выбирается навіть трохи далі. Ну, але передача геть слабка. Мальчорубка. Трошки самбуру. Юрій, я сложений пол чорный там еще. Пять полу чорный, ем. Гусал на Суєтина. Мовчинский, протримує мяч. Суєтина, ударная позиция. Ну, решил прострельну передачу делать там. Іван, якщо я шиваю. А нет, Владислав. Не так точно було. Високий прессинг пробує сейчас Гуменюк создати. Один, не жалея сил. Ну, вот сейчас такой воспитательний период от СЛК, я думаю, буде. Хотя рано или поздно ты можешь принести результат. Или потерю кучу сил. Можливо, можливо. Залишается то не так багато часу. 30 секунд до свистка на перерву. Суєтина, Десюк там подбирает надежный мяч. Мало передачи від Ган Чарука в Гетина вдала Чесноковича. Трошки засильно. Не впорався тут із мячем Олександр. Ну, і слунає свисток на перерву. 3-1. Берева на боці СЛК. Берева на боці СЛК. Берева на боці СЛК. Берева на боці СЛК. Продолжение следует... 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 Лисюк! Лево дай, лево дай! Иди мимо, Вань! Ниже, ниже, ниже! Прости, прости, хотел легонечко пальцевать. Трошки засильно, та и совсем не туда, куда треба. Фальта с мячом, Овчинский. Сыграл на Суэте, но очень мельчат с передачами, друг к другу прибегая. И как-то пытается там уже пробежать, не пользуясь полностью всей шириной поля. На мой взгляд, неправильный выбор атакующих действий. Чумаков попробовал проверить, как там дела в зоне ворот. Но вышло совсем не то, что хотелось. Някое музыкальное сопровождение партнеров по команде. Лисюк. Лавчинский. Юрий отбирает мяч. Михалат. Зато у нас вводит с команды «Альта». Возвращаясь. Возвращаясь. Про это. Нефти. Возвращаясь. Ну, просто с поля у нас вводит сейчас футболист команды «Альта». Нужно быть внимательнее. И конечно же это перевод аута. Вот так на ревном месте подаровали мяч суперникам. Синтрига насправді загострюється. Ганесян, звільнися від опіки, є удар. Такі постріли без проблем, де Чумакова. Ну от поспішили. Дякую поспішили. Вапліць зрівняти рахунок Альта і це може зіграти проти них. Лисюк. Вимичук. Ошибається на ровному місці казалось би і супер шанс. А Ганесян, Ерик, дуже важливий мяч в цій встречі. Забиває, отработав сам, сам забрал і по факту сам забив. Дякую, на шипках вон. Дякую. 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 Нагиль прина. Повчинський. Покаялый. Хорошо надбирает мяч, играет на мере мячука і Валентин збиває гол. Очень-очень нужны вот такие подключения передач от капитана, и Валентин вовремя открылся, еще один гол. Такой, прям вот идеально друг другу сыграли, так что и защитник не смог подставить ногу, и при этом сами смогли воспользоваться. Диагональный навес. Уж очень слишком сильно это для Волошина Кирилла. На короткой дистанции разыграют, Чумаков завантаживает, покойовый, трошки неохайно, но мяч сберег. Еще трешечки не вистачает Веремичуку, або переправить мяч у ворота. Лисюк, покойовый. Досит технично это насправді виглядало все разом, но вот далее справа не пошла. Ганасян, протримав мяч, почему же не отпасовывал раньше, потому что решил сам забывать. И проявил точный удар и характер, прям целая серия удачных атак. Вот альты и дубль у нас это Ганесяна и Эрика. Снова ничья, снова 5-10 минут. Впереди максимально интересного футбола и максимально непростого для обеих команд. На дальней штанге оказывается Валентин Веремичук. Просто вовремя он там открылся, сетка смягчила падение и Юрий Досюк отдает голевую передачу. Вот так, 6-5. Ударная позиция была у Бодни. Явно сделали выводы над ошибками какими-то, которые были до этого альта. И сегодня они играют значительно лучше. Да-да-да, Саня. Я за всем. Я за всем. Я за мной. Я за мной. Я за мной. Ой, на речке. Эрик, ставь. Котни, бас. Наважаю, все на удар. Ганесяна вниз працювала. Волошин перший на подборе. Його пострел уже точнейше и змушает попрацювати. Покайо. Эээ... Чумаково, перепрошу. Да-да, Саня. Да-да, Саня. Да-да, Саня. Сол. Ну, это зов всем не точной пострюв. Артур! За! 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 Александр Покайовый. За! 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 Сол. Артур. Бойня. Селкий, пас? Ну, вот непогадно, відкрився Ховаль, але, схоже, змінить траекторию мяча не зміг. Друга спроба від Бойня. Все равно не так хорошо получается ставить какой-то автобус Усалка. Ну, такое впечатляю, что им просто даже некомфортно якать такой футбол. Ну вот максимально динамично пробует зараз змінюватися альта, и мне кажется, эта тактика даёт результаты, адже за их количество замен СЛК не просто, как видим. Михалат, ну трошечки заборился, за много доторгов. Мабуть и СЛК самим час брать тайм-аут, в ближайшие минуты так и будет. Я тебя от поля ты не видел. Ничего страшного. Времячук запутался в нужный момент. Там, по-моему, и не углядел судья дальней бровки, сколько вышло в поле. Ну а шанс то был, насправдивый мир Времячука, хотя удар за силу был, дай Боже. Семенюк. Десюк там первый на мячі. Вдаётся Юрию пробираться дальше. Сколько на Времячука, ну и это ещё один мяч. Забивает Времячук, Валентин с передачи Десюка. Ну и, конечно, тут уже немножко легче на душе и в целом, потому что отрывается до двух мячей СЛК. Ну два мячей, это не так уже и много за такой игрой. У нас справедняя голова фоєрія насправді. Тут абсолютно закономерный свисток. Как залетает ворот, но это, естественно, не зараховывает. Такая запекла до воли боротьба, но, наконец, мяч опиняется у кипера. Альти. Пас. Времячук. Каёвый. Халат на Десюка, сильный удар от Юрия Десюка. Хороший. Пареа Цеменюкала недостатня. Точно, покойовый. Берет контроль, вытасовывая назад Времячука. Ну что, Десюк спробовал, естественно, в розворот не пробить, но даже его майстерности недостаточно для этого, чтобы вытеснуть максимум этого эпизода. Вервячук, пробуй самостоятельно пробраться. У меня такая неприятная форма, которая приводит до втраты мяча. Гменюк. Пробежал по пробке, но все же таки потерял мяч. Гельприн, берем мячу. Валентин, куда же будет отыгрывать? Михалат. Пробует обыгрывать, наверное, лишнее. Ну, не сказать, что не ввязались в эту игру из Солка. Все-таки им понравился этот темп и то, что навязали и Мальта. И такой же футбол примерно играли, только более рационально поделяя мячом. Сейчас, наверное, грамотный. По факту тайм-аут. Ну, и немного меньше эмоций, на самом деле. Иногда это идёт на пользу. Я думаю, Солка это точно стало в нагоде сьогодні. А отальт подекода слишком эмоционально реагирует. Много индивидуальных действий, но иногда они идут на пользу. Например, два мяча Ганесяна в этом теме можно пригодить. Ну, на самом деле, еще есть тактичная опция взять тайм-аут у Солка. Потому что, если я не помиляюсь с Анааком. Брали этот перебочинок. А Ганесян прикройме. Тинтит Эрик издалее пробил. Слабоват этот удар. Чемаков таким образом сохраняет мяч. Вбрасывает на Юрия Десюка. Ну, тут Пештохов. Трошки легким у спины. Турсов, Лизави. Михаил на Веремичука, Десюк. Ну, это не надеяно, но спрацювало. Чемаков на Гельприна. Да, это не сберегли мяч для своей команды. Михалат на Гельприна. Снова Михалат. Олег, разгоняй. Лев! Ужой в лев! Просто. В ростовину зараз влучаю. Веремичука. А, здавалось бы, цей гол был бы допомига Солка. Трошки расслабитись наприкінці. Хороший отбор от Гельприна. И тут же высокий прессинг работает. Фалит Суэтин. Не успевал он закрыть там позицию. Ну, и штрафной удар для Солка. Зараз, уже будет жовта картка для Влада. Так и есть. 2-2-2-2-7. 2-2! Ай, встаньте по роте. Окей, встаньте. 2-2-2! Перевернись назад! Правее! Правее! Все правее! Непоганий, в принципе, за задомом удар, але недостатньо точный. Приходи! Давай! Волошин. Усов. Артур играет на Волошина. Хороший за силой удар, по роте! По роте! По роте! По роте! Ага! Агнисян! Удар приходится выше и не точно совершенно. Чумаков на Михалата. Усов. Хороший такой выход из глубины во высокий прессинг от Валентина Веремича. Как будто что-то знал. Всего 60 секунд остается сейчас у команд расставить все точки над И. Напомню, счет 7-5 и СЛК, я думаю, что уверенно под конец одержит победу. Хотя матч был такой шапки и до последнего непонятно было, хоть и фаворитами этой встречи на наш взгляд являлись как раз таки СЛК. Те, кто играют в гостях. Волошин непогано разобрался. Хороший пострел. Ну а тут не без проблем, но СЛК все же вдаётся отбитись. 30 секунд остается у Альти, аби забити два голи. Місія неможлива, как на меня. Ну а от СЛК, скажи, тоже хочет ещё отзначитись. Волошин першит нам на мячі. Гончарук. Небезпечная игра, как на меня. От Кирилла. Будет удар? Нет. Не встигает. Ерик, 7-5, перемога СЛК. Мы их и поздравляем.